всем привет народ ну вот и добрался до полноценного обзора смартфона фонар x6 бюджетной модели с отличными фото возможностями да и в целом неплохим дизайном и интересным набором характеристики не будем тянуть кота за известное место лайк подписка за старание и погнали комплектуется смартфон довольно скромненько здесь у нас сам смартфон немного макулатуры скрепка шнур юсб си и сам адаптер питания он у нас обычный на 10 ватт хотелось бы видеть хотя бы чехол но компания решила обделить нас этим дорогим аксессуаром сам смартфон выполнен из пластика стилизированного под стекло края скошены смартфон лежит в руке комфортно собран качественно ничего не люфтит и не скрипит габариты смартфона следующие 163 и 6 миллиметров высоту 75 миллиметров ширину и толщина составила 86 миллиметров весит наш сегодняшний герой 194 грамма у меня версия в синем исполнении так называемая океанская синева есть также версия сером титаново-серебристо и черным полуночно черный на правой стороне разместились качель регулировки громкости кнопка питания она же сканер отпечатка пальцев стать срабатывает она точно но не слишком быстро небольшая задержка присутствует на нижней грани разместились трех с половиной миллиметровый джек микрофон разъем юсби си для зарядки и решетка динамика левая грань у нас свободна за исключением лотка для sim карт он у нас комбинированный можно разместить карту памяти и sim карту либо 2 sim карта замечу лоток у нас имеет красный уплотнитель намекающий на некую защиту но особо я бы на нее не рассчитывал на верхнем торце расположился еще один микрофон на лицевой панели разместились отверстие под селфи камеру и решетка разговорного динамика пленку завода наклеили за это им спасибо на тыльной стороне расположился тройной блок камеры след вспышкой блок камер немного выступает из корпуса ну и внизу нанесена надпись honor за не зашел даже несмотря на то что это бюджетник выглядит он явно дороже своего прайса работает смартфон на базе android 12 под управлением фирменной оболочки magic ui 6.1 обновления прилетают регулярно в целом оболочка быстро даже несмотря на то что здесь не самый производительный процессор за период тестирования серьезных лагов и тормозов замечено не было друзья если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от aliexpress по самым выгодным ценам переходите ссылочка внизу в описании экран у нас IPS на 6 и 5 дюймов с разрешением 1600 на 720 плотность пикселей составила 270 ппи тач на 10 касаний яркость хорошая как для бюджетника и доходит аж до 524 нет с учетом что это IPS очень даже не дурно цвета яркие с хорошими углами обзора экран меня приятно удивил сердцем смартфона выступает 12-мм 8 ядерный процессор helio g25 работающий на 8 ядрах cortex a53 4 производительных с частотой 2 гигагерца и 4 энергоэффективных с частотой полтора гигагерца графический ускоритель power wear 8320 оперативной памяти у нас 4 гигабайта и plpd4x внутреннего хранилища 64 гигабайта есть также версия на 128 гигабайт напомню ее можно расширить путем установки карт памяти производительности системы вполне хватает для нормальной работы смартфон без лагов и подвисаний все-таки сказывается легкая оболочкой magic.ua браузер youtube социальные сети и даже можно запустить не особо требовательные смартфон осилит и это вот небольшой пример работы игр а 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 Пробитый. Пробил. Пробивай. Прикажет. 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 Прикажем. Прикажет. Полный игровой тест будет у меня на втором канале FansPlay. Переходите, подписывайтесь, кому интересно. В синтетике. Geekbench 171 балл в однопотоке и 784 балла в многоботочном режимах. Antutu Benchmark 116679 попугаев. Слинкшот 661 балл. Тест на искусственный интеллект 1840 баллов. Тест на троттлинг при 100 потоках за 15 минут. Максимальное значение 86 гипсов. Среднее значение состояло 83 гипса. Переходим к сладкому. Камеры. В аппарате установлен тройной блок камеры и LED вспышка. Главный сенсор на 50 мегапикселей с апертурой f1.8. Пишет видео в 1080-30 кадров в секунду. На борту цифровая стабилизация, быстрый автофокус. Второй сенсор на 2 мегапикселя отвечает за глубину. Ну и третий сенсор 2-мегапиксельная макрокамера. Селфи-камера получила 5-мегапиксельный датчик с апертурой f2.2. Скажу так, за свой ценник камеры огонь. Особенно порадовал главный сенсор фото части. Все-таки 50 мегапикселей, да еще и с такой светосилой годно. Вот небольшой пример. Музыка. 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 Тестируем Conor X6. Видео пишем на основную камеру 1080-30 кадров в секунду. Это максимум ее. Иду быстрым шагом. Ну все, как обычно, в общем, ребят. Здесь у нас стоит сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.8. В принципе, довольно неплохо, как для бюджетного сегмента. Давайте проверим, как у нас с хумом дела обстоят. В принципе, в статике вообще идеально снимает. Конечно, оптической стабилизации ему не хватает. В статическом положении просто замечательно. Здесь будет потише. Как раз вы меня услышите. Да, здесь более-менее заводь такая. Вот у нас лето. Такая красота. Видим. Давайте проверим, как у нас автофокусировка работает. Автофокус у нас быстрый. Да, очень быстрый. Фокусируется моментально. Видео ведется в 1080. 30 кадров. Снимаем на селфи-камеру 5 мегапикселей. Здесь у нас апертура f2.2. Иду быстрым шагом. Вот так вот видите, как у нас сабилизация работает. Дневное время у нас так пасмурно. Красота, ребят. Какая же красота. Максимально темное время выбрал. Почти 12 часов. Почти 12 часов. Обидно, не видно. У нас белая ночь. Поэтому как-то так. Видео снимаю с одной руки. Иду быстрым шагом. Здесь у нас 5 мегапиксельная камера с апертурой 2.4. Давайте проверим, как у нас у роллинг шаттер. Днем его не было. Ночью пока тоже не вижу. Так, ну а теперь. Снимаем на главную 50 мегапиксельную камеру. С апертурой f1.8. Заявлена у нас цифровая стабилизация. Оптически понятное дело нет. Давайте проверим, как у нас отрабатывает автофокус. Автофокус, отлично. Давайте на мелком предмете каком-нибудь попробуем сфокусироваться. Да, отлично. И днем он быстро срабатывал. Проверим, как у нас стабилизация отрабатывает. Да вроде бы ничего так. Звук в смартфоне моно, но при этом динамик громкий и четкий. Звонок вы точно не пропустите. Поддержка кодков AAC, AAC+, APTX, EAC+, звук наушника хороший. На борту фирменная технология улучшения звука Heisten, которая работает со всеми наушниками. Есть предустановленные режимы и возможность настроить звук под себя посредством стандартного эквалайзера. На борту полноценное радио, для бюджетного сегмента это важно. По коммуникациям здесь полный порядок. Вио, ЛТЕ, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC-модуль, спутники ловят превосходно, а GPS, GLONASS, Beidou, Galileo с точностью до 1 метра. Что касается мобильной связи, здесь все хорошо. Разрыва соединения за время теста не было. Собеседник слышит отлично. Микрофоны отрабатывают замечательно. По датчикам. Компас, акселерометр, датчик приближения и освещенности. Гироскопа нет. Летим дальше. Аккумулятор на 5000 мАч, к сожалению, без быстрой зарядки. Стандартным 10-ваттным блоком питания смартфон заряжается за 15 минут на 11%, за 30 минут на 22% и полный заряд происходит за 2 часа 30 минут. По автономности здесь полный порядок. Смартфона хватает на 2-3 дня активного пользования. При проигрывании ютюба за 15 минут смартфон теряет 3%, за 30 минут 6% и за 1 час 13%. Тест я проводил на максимальной яркости. В игре Call of Duty смартфон теряет за 15 минут 4%, за 30 минут 8% и за 1 час 16% заряда аккумулятора. Тест я проводил на максимальной яркости в производительном режиме. Подведем итоги. Смартфон получился довольно неплохим. К сильным сторонам отнесу камеру, особенно учитывая его ценник. Довольно стильный дизайн, быстрая, не тяжелая оболочка. Ну и аккумулятор на 5000 мАч. К минусам отнесу разве что не самый производительный процессор. Хотя благодаря хорошей оптимизации можно поиграть и в игрушки. Ну что друзья, пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, залетайте в телегу и на Яндекс.Зен. Там я публикую огромнейшее количество разных новостей и горячие предложения Алиэкспресс по самым выгодным ценам. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.